Мария Красноярска будет заключать с Краскомом концессионное соглашение на 14 миллиардов. По нему городскую систему холодного водоснабжения и водоотведения передают компании на 30 лет. Краском в свою очередь должен будет построить новые сети и реконструировать старые. Соглашение будет действовать 30 лет до 2055 года. Сейчас его рассматривают в краевой администрации. После вступления документа в силу ресурсники будут обязаны работать по указанным планам. Сейчас Краском арендует инженерные сети у города. С 2006 года компания взяла на себя более 10 тысяч объектов. Два года назад прокуратура подала на Краском в суд из-за частых аварий. За 15 лет компания вложила в обновление порядка 7 миллиардов рублей, а должна была около 50. В мэрии утверждают, что в случае если Краском нарушит условия соглашения, с компанией разработат отношения. Там четко расписано до 1955 года все инвестиции по годам. И мы как город можем контролировать, насколько этот график соблюдается. В предыдущем договоре аренды стояла общая сумма. В случае невыполнения мы можем расторгнуть и найти нового консессионера. То есть это позволяет это законодательство. Ранее мэрия заключила два консессионных соглашения. На строительство детского сада в Октябрьском районе и реконструкцию трамвайных сетей. Последнему в марте исполнится год. Однако никакой модернизации пока не произошло. С проспекта Красноярские рабочие убрали рельсы и на этом работы остановились. Продолжение следует...